Здравствуйте, меня зовут Абдибаева Амина, и я преподаю в Mathematical Skills Development Center. Сегодня мы разберем задание номер 4 по Critical Thinking Power Thinking Skills, которое стоит на сайте Nazarbayev University. Задание номер 4. Для того, чтобы ответить на вопрос, давайте постараемся перевести данный отрывок. Scientists are not developing genetically modified crop plants that produce their own pesticides, but pesticides are only effective if they are not overused. If they are applied continuously for long periods, then the pests that are supposed to kill develop resistance to them. Pesticides only remain effective against pests, therefore, if periods are left during which they are not used, the genetically modified crop plants will produce pesticides continuously. Ученые сейчас развивают модифицированные растения, которые сами производят пестициды. Пестициды только эффектны тогда, когда они не использованы в больших количествах. И если их использовать, например, долго, то пестициды, то жучки и паучки, которые должны были умереть, они наоборот будут развивать resistance, то есть отбой, как бы противоположный удар пестициду. Поэтому это неэффективно. Но несмотря на это, the genetically modified crops will produce, то есть модифицированные вот эти растения, которые сами производят пестициды, будут выращиваться. Так. Вопрос. Which one of the following is a conclusion that can reliably be drawn from the above passage? Надо сделать заключение, опираясь на данный отрывок. Давайте рассмотрим все варианты. Так, сразу скажу, что вариант A – правильный ответ. Для того, чтобы понять это, рассмотрим неправильные ответы. Вариант P – the genetic modification of crop plants will make the crops unusable as they will be contaminated with pesticides. То есть растения, которые включают в себя пестициды, их нельзя использовать, так как они включают в себя пестициды. В данном отрывке не говорится о том, что мы собираемся в будущем использовать вот эти растения в других сферах, например, может, в пищевых, может, там, в других производствах. И поэтому нам все равно, включают я на себя пестициды или нет. Так, поэтому вариант B отпадает. Вариант C – the genetic modification of crop plants will help prevent overuse of pesticides. То есть использовать те растения, которые самопроизводят в пестициде, помогут нам избежать использования пестицидов в больших количествах. Такое тоже не говорится в тексте. То есть для чего? Не говорится причина такая, что мы используем модифицированные растения для того, чтобы не использовать пестициды в больших количествах. Нет, такое не говорится, поэтому вариант C тоже отпадает. Вариант D – the development of genetic modification of crop plants will enable more effective use of pesticides. Prices may be left and they are not used. Говорится о том, что модифицированные растения будут намного эффективнее. Наоборот, в тексте говорится, что они становятся неэффективными. Поэтому вариант D отпадает. Вариант D – the development of genetic modification of crop plants will mean that pesticides will no longer be spread onto 30. Говорится, что если мы будем использовать на пестицидные растения, мы больше не нуждаемся в спреях, в которых мы прыгаем на растения, так как эти модифицированные растения сами пройдут пестициды. такое заключение мы не можем делать. Поэтому у нас остается вариант A – the pesticide produced the genetically modified crops plants become an effective end space. И такое заключение мы и сделали, потому что, прочистите последнее предложение. The genetically modified crops plants will produce. Это говорится, что ученые все равно будут производить это растение. Но мы делаем такое заключение, что использование пестицидов становится неэффективным. Потому что эти растения, они производят пестициды, они производят, производят день за днем. Но все вот эти жучки и паучки, которые должны быть уже мертвы, они не умирают. Потому что они тоже, зная, что вот и завтра, и послезавтра они будут бороться с пестицидами, они развиваются, они развивают атаку на них. Поэтому неэффективно используют те пестициды, которые не убивают жучков и паучков. Поэтому ответ A – это правильный ответ. Здесь урок был полезным. До свидания.